Йо-йо-йо, всем привет! Не знаю, что-то Вася ничего не говорит, говорит, приезжай снимать. Я бы приехал, сейчас сами все вместе увидим. Вася! А вы кто? Я приехал. Я ничего не заказывала, извините. Молодой человек, я сказала, я ничего не заказывала. Мне не нужны подарки, я не буду ничего подписывать. Ну ладно. Это я подарок, в смысле? Привет! Привет! Заходи. А че, что-то что-то... Ты первый увидишь мою квартиру. И все ребята, да, да. Это сюрприз? Разумайся. Ну, тапочки дай мне. У меня нет. Блин, короче, у меня нет тапок. Эти тапки, это, короче, я украла из Питера из отеля. Ты украла? Я украла тапки из Питера из отеля, у меня нет других тапок. Вот так выглядят женщины, ворующие тапки. Кто не ворует тапки из отеля? Север, не говоришь, что никогда не воровал тапки из отеля? Я не верю. Я не верю. Я приду, я напишу Кристине, окей, давай, и я приду к вам, и если я украла хоть одни тапки из отеля, все будет понятно. Слушай, знаешь, ты их не найдешь, потому что я недавно выкинула. Так, короче, тапок нет. И это хаус-тур по квартире, в которую я недавно переехала. Вы голосовали в Инстаграме за то, что хотите видеть хаус-тур. И, кстати, в Инстаграме принимается много решений насчет моих роликов, так что обязательно переходите в описание и подписывайтесь в Инстаграм, чтобы тоже там это управлять моим каналом. Вот, так что сегодня я здесь уже все обустроила, и я сейчас вам буду все показывать прям детально, потому что здесь уже типа все, прям все есть, я все сделала. Классно. Ты сама все сделала? Сама не сделала почти ничего. Погнали. Короче, механика будет такая. Я вам сейчас начну показывать, а потом расскажу вообще, как я переехала, типа, откуда, куда, зачем, почему, и вот это вот все расскажу. А сначала мы начнем, естественно, с прихожей. Вот здесь вот очень много шкафов, и они, смотрите, вот так болтаются. Серый, подсними просто. Ну, типа, если вы думаете, что это все тут офигенно так построено и сделано, то вот у меня есть вот такой шкаф, например, который, когда открываешь, он вот так вот, сука, мотается. И вот сюда я поместила все куртки, всю вот эту фигню, и всякие там хозяйственные, типа, принадлежности. Вот здесь вот тут. Хозяйственные принадлежности? Чего ты ржешь? Хозяйка тебе? Но у меня есть хозяйственные принадлежности. Вот это хозяйственные, вот посмотри. И к чему из этого ты прикасалась? К туалетной бумаге, все правильно. Короче, ну вот здесь шваб... Ну, я взрослый человек. У меня есть средства для паркета. Это порошок. А, нет. Это жидкое средство для стирки цветного белья. Швабры есть. Вот это утюг, я им глажу. А еще здесь прачечная, да? Можно просто сдать. Прачечная. Да нет, в смысле, здесь... Я тебе сейчас докажу. Смотрите, вот это гостевой туалет. Кстати, знаете, где включается свет в гостевой туалет? В шкафу. Знаете, почему? Не знаю, потому что здесь гениальная планировка. Видишь? У тебя кто-то живет там? Это мы вещи. Ну, в смысле, они стирались. Кто-то живет там? Да нет, ну я просто и поставлю, потому что я не хочу смотреть на эту, значит, сушилку. Я поставлю на этот туалет, потому что им никто не пользуется. Потому что ты живу одна. Ну и пойдемте теперь, ладно, это все. Не очень интересно. В самую красивую комнату. Сейчас, накалываю, беру, чтобы... О, на счастье. П***ь. Ты снял? Нет. С***ва. Вась, что произошло? Я хотела убрать бокал и разбила его. Сера, а что делать, когда бокал... Пылесос? Слушай, ну да, тут теперь опасно ходить. А ты понимаешь, что ты на... А я еще и без тапочек. Я теперь... Ты понимаешь, что ты на каркал? Да как каркал? Я вообще в другом помещении был. В плане, что... Ну, я сейчас... А, теперь придется убираться. Ну, и вот это впечатлить на камеру нужно. Иди в шоку, подожди, что из-за этого пылесоса? А то многие не верят. Так, ну вот это так. Здесь есть насадка просто. Как это снять? Как? А надо ли снимать? Ну, это для дивана. Так вот сюда, возможно, надевается просто. Ласька, Ласька. Серый, какой ты умный, господи. Он тебя присасывает прям. А, подожди. Наверное, нужно сначала осколки собрать. Я вот только тебе хотел сказать, слышать, наверное, плохая идея. Там же, скорее всего, мешок. Да. И он может, ну, типа, пораниться. Я маме позвоню. Она не берет трубку. Так, ладно, у меня есть бабушка еще. Алло, привет, бабулечка. Привет, привет. Вот я бокал разбила. Нужно сразу пылесосить или еще что-то до этого? Надо веником собирать все это. Это крупный и так далее. Это все веником. А пылесос только вот мелко-мелко, который ты не видишь и не собирает. Хорошо, спасибо, бабулечка. Ты с кем пьешь, дорогая? В смысле, с кем пью? Да я не пью сейчас в 3 часа дня. Я просто... Я не знаю, а когда ты разбила? Сейчас, только что. Я его хотела убрать и разбила. Триворучка, я вот, и вот моя. Так, ладно, спасибо. Просто снимай. Я тебе сказала, как надо. Да, я поняла. Спасибо. С кем ты пьешь? Бабушка. Слушай, ну бабуля тоже считает, что ты криворучка. Ладно, пошли с Абоковской. Ну вроде все, я справилась. Смотри, сейчас я протрусь. Сделано. Вот оно истинное лицо Василиса. Хозяюшка. Женитесь на меня, кто-нибудь, пожалуйста. Итак, кухня. Все-таки. Смотрите, как здесь чисто у меня. Я не делаю здесь ничего. У меня есть вода. Рекламный чай. Пирожки. Они, кстати, по-моему, не каменные. Печеньки, сахар. Типа я вот пью чаек. И, в общем-то, все. Вот здесь я мою посуду. Вот. А еще... Я не могу вести холстур. Короче, холодильник я вам не буду показывать, потому что у меня тут ничего. Вот. А еще, смотрите сюда. Классная ваза серая. Это дизайнерская. Это Шанель. Типа ваза Шанель. Короче, меня никто не предупреждал, что когда начинается взрослая жизнь, ну, типа у тебя должны быть какие-то вещи, типа там пылесоса или вазы. Не, ну хоз вещи у тебя есть. Они здесь были. Они здесь были просто. И, ну, в общем, да, мне нужно купить вазу. Ребята, если вы мне покидаете в комменты ссылочки на классные вазы, я обязательно их посмотрю. Мне это нужно теперь. Здесь у нас барная стоечка. Ну, у нас тут эти принадлежности, все такое. Вот. А еще это кактусики из Окее. У кого тоже есть такие дома, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Так это не настоящий кактусик. Это не нас... Ну, это кактусики из Окее. А это что такое? Ты что-то имеешь про это? Ну, они просто популярные очень. Как акулы из Окее. А, я вообще делебастый. Серый ты, конечно, да, прошлый. Ну, а кухня совмещена с вот этой прекрасной гостиной. Это вообще, на самом деле, моя любимая пропланировка, когда соединена кухня и гостиная, потому что очень много пространства. И самая моя большая любовь в этой квартире – это вот этот вот диван. Потому что, посмотрите, какой он огромный. Он, типа, он очень мягкий. Серый потрогает. Мягкий диван. О, какой мягкий. Какой мягкий диван, да? И он, типа, он огромный. Здесь может сидеть 50 человек. Ну, не 50, не может, конечно. Вот этот столик, он, типа, ну, как бы я ем обычно здесь и делаю это вот так. Я кладу вот так подушку. Смотри, как удобно. И вот так вот ем. И, смотри, типа, пялись телик. Вот. Короче, давайте прервем немножечко обзор квартиры. У вас наверняка куча вопросов, ну, типа, там, я ее купила, не купила. Короче, ребят. Ну, конечно, я ее не купила. Она стоит 45 миллионов рублей где-то вот примерно. Я ее, естественно, не купила. Я ее снимаю. Ну, то есть, плачу каждый месяц. Но у меня нету какой-то огромной мечты купить квартиру. Мне нравится, там, тут пожила, там пожила. Поэтому я пока не планирую покупать ни эту квартиру, ни какую-нибудь другую. Даже когда у меня будет 45 миллионов. В общем, я ее снимаю. Все. Надеюсь, ваши все вопросы исчерпаны. Так что всю эту планировку, вот это все, там, типа, мебель, это все не мое. Даже в это красное ведро, оно не мое. Я не владею красным ведром. Ну, и давайте я покажу вам самое, наверное, прекрасное в этой квартире. Вот этот вид. Классно. Конечно, стройка вот эта убогая, там, вот за Меркурием. Но и я как в аквариуме, типа... У тебя здесь отсюда планеты видно? Планет. Меркурия. Ну, вот, Меркурия. Меркурия – это башня, это оранжевая, башня – это Меркурия называется. Вот. Ну, и, короче, я еще здесь немножечко как в аквариуме, потому что, посмотри, вот я смотрю, как люди работают каждый день. Видишь? Люди работают. Кто-то работает, да? Кто-то работает. Вот. И тут люди работают. И вот здесь люди. И все они, наверное, на меня смотрят. И думают... Она, наверное, тоже хорошо работает. Так, вот здесь стол, которым я вообще почти не пользуюсь. У меня здесь вот ноутбук. И, кстати, вот эта ваза, но в нее очень мало что влезает, потому что у нее очень узкое горлышко. И она просто стоит для красоты. Ну, так вот. Вот. Ну, на этом все, наверное, да? А что еще показать? Про палац расскажи, что палац классный. Это ковер серый. Палац. Ну, нормальных ребят палац, как это называется. Ну, наверное, спальню не буду, да, показывать. Так. Надо? Ты че? Да ну, в смысле? Ну, там, ну, даже спальня. Где грязные носки валяются? Ну, в смысле? Ну, в смысле скажу. Та-дам! В общем, здесь у меня кровать. Я не купила накидку на кровать, потому что зачем накидка на кровать, если я никогда не застилаю кровать? То есть я просто накрываю вот так одеялом. Вот это постельное белье. Кстати, мое вот им я владею. Я купила постельное белье. Вот. И все. Здесь вот столик. Ну, типа, я, наверное, здесь должна краситься, но я крашу в туалете, потому что зачем краситься, да, где-то в спальню? Смотри, это кушетка, типа, вот, когда у меня будет личный помощник, я буду вот так вот ложиться. Он будет виноградинский такой, вот. И ноги массажировать. И да! Нет, это стройничный помощник. Тот, который провинился. Вот. И я вот. Ванька, Ванька. Ваньки здесь не хватает, да? Ну, в общем, ну, так и лежать. И с меня еще будут писать картину. Ладно. Ну, Серега будет писать картину. В смысле, Гук. Ладно, это перевод. Ну, да, ну, короче, вот такая какая-то странная рок-кабарокко-кушетка зачем-то здесь стоит. Но она прикольная, цвет прикольный. И вот эти шторы тоже поднимаются. Здесь тоже красивый вид сейчас. Бин-бин-бин-бин-бин-бин-бин-бин-бин-бин-бин. О, чудеса техники. Да, это нанотехнологии, ребят. Не завидуйте, пожалуйста. Ни у кого же такого, да, больше нет. Вот веревочке такой. Нанотехнологии. Видишь, как удобно? Класс. Бин-бин-бин-бин-бин-бин-бин-бин-бин. Сломала? Б**ть. Может, я ни в ту сторону тянула? Нанотехнологии требуют доработок. Любые нанотехнологии требуют доработок. Здесь телек, который я никогда не включаю. О, я забыла рассказать про самое дурацкое, на самом деле, что есть в этой квартире. Видишь, вот у меня вот здесь вот, значит, удлинитель. Вот с той стороны такой же удлинитель. И у дивана такой же удлинитель. Потому что знаете, где расположены все розетки в этой квартире? Не там, где они должны быть. Удлинитель, он идет вот отсюда. То есть розетка здесь. То есть ты купил офигенно дорогую квартиру, там, вот прям заряженную. Сделал классный ремонт. Ну, а зачем тебе розетки у кровати, да? Ну, кому нужны розетки у кровати? Никому, правильно? Лучше же положить пять удлинителей. Этими удлинителями я тоже владею. Удлинители, чтобы заряжать телефон у кровати, как нормальный человек. Вот. А теперь действительно святая святых. Та-дам! И это моя гардеробная. И это еще не все вещи, кто смотрит мой инстаграм-сторис, знают, что у меня еще у родителей пополовина вещей осталось. Потому что вот это все, что сюда влезло, и все, что я смогла перетаскать. Причем я таскала это реально сама. Я не нанимала грузчиков, я в чемоданчике. Слава богу, у меня большая семья, я забрала у всех чемодан, у кого только можно. И, значит, таскала вот так вот это вот все. Ну, просто квартиру я сняла, денег на грузчиков не хватило. И пришлось вот самой таскать. Ну, короче, поэтому я очень надеюсь, что я долго отсюда не перееду, потому что еще раз я этого не переживу. Типа вот так вот. Ну, пойдем в туалет. И вот просто скажите мне, это самый светлый туалет, который вы видели, самая светлая ванная. Я обожаю этот белый мрамор, это просто настолько красиво, что пипец. Единственная проблема здесь, серый, подойди сюда. Вот смотри, посмотри так на себя в зеркало. У тебя видишь, какая кожа плохая? Зеленая, какая-то. Ну, короче, это из-за этой подсветки видно все, ну, прям недостатки, типа все. Вот невыщипанный волосочек из брови, каждый вот прыгает, все видно. И я каждый раз сюда, когда вас с утра смотрю, думаю, твою мать. Зачем мне это зеркало? Просто какая же я страшная. Просто вот, ну, типа это факт. Вот, здесь мало места, поэтому так сложно показывать. Вот эта ванна, я ненавижу ванной, поэтому, в принципе, лучше бы здесь было просто пустое место. У меня сюда поместилась более-менее вся косметика. Вот сюда и, типа, еще здесь, вон, есть куча всего. И душ. Ну, офигительный. Я обожаю, когда можно просто, вот смотри, ты идешь, такой, идешь, идешь, и зашел в душ. Видишь? А знаешь, какая крутая история с ним связана? Короче, я когда первый раз сюда, значит, приехала, и я такая пошла в душ на две минуты, типа без головы, просто сполоснуться. И понимаю, что вода не уходит. Типа она должна уходить вот в эту дырку, но она не уходит, она вытекает туда. И я такая стою и думаю, твою мать. Я сейчас сняла дорогую квартиру, и у меня просто не сливается душ. Короче, пришлось вызывать техников, они тут все достали, там, что-то вот так вот делали, очищали эту хрень, и теперь он, слава богу, работает, и все нормально. Ну, я офигела первый раз. Я думала, что, типа, меня просто обманули, и реально вот так вот, и мне, типа, всегда придется мыться в ванной, и теперь я ненавижу ванны. Ну, мы, в общем, решили эту проблему, в общем, много-много здесь нужно было доработать, и до сих пор нужно, но я не буду, типа, ничего делать по ремонту, или это, потому что это не моя квартира, и зачем мне это надо, да, ну, представляете? Я вам розетки поставила? Я розетки поставила, я заберу, когда я буду съезжать, я заберу удлинители. Я же не оставлю врагам. Ну, а и душ сломает. Чисто просто волоснита, да, на стригу, знаешь, вот это, чтобы он вообще не сливался, ну, чтобы все так же было, как когда я заехала, да? Да, справедливо, справедливо. Я тоже так считаю, серый, вот и шаришь, конечно. Ну, что ж, друзья, я принимаю ваши поздравления с переездом в комментарии, если вы хотите меня поздравить, и обязательно, если вам понравился этот видос, если вам вообще нравятся большие видосы из моей жизни, да, не только челленджа, чтобы я чем-то их разбавляла, как когда я рассказывала про ковид, как я сегодня рассказывала про квартиру, обязательно ставьте пальчик вверх и пишите мне об этом, чтобы было побольше каких-то таких видосов с событиями из моей жизни. Ну, и не забывайте, что я вас неизменно люблю, чтобы я не снимала. Всем пока!